Кстати говоря, Кадыров, я заметил, что ты начал снова тренироваться, твое здоровье снова приходит, я так думаю, в нормальное состояние. Не надо вообще спрашивать об этом религиозных ученых. Об этом нужно спрашивать профильных специалистов. Абдул-Керим Идилов Среди людей, среди ученцев, как няня детей Кадырова. Как правило, когда ты называешь его имя и фамилию, в любом случае возникают вопросы, подожди, это кто, это вот который вот тот, это который там что-то, это вот он такой. Когда ты говоришь няня детей Кадырова, сразу все понимают, о ком идет речь. Так вот, мы поговорим сегодня об этом человеке, о няне детей, как минимум трех сыновей, старших сыновей Рамзана Кадырова, об Абдул-Кериме Идилове. Чтобы вы понимали, точно знали, о ком идет речь, я вам сейчас покажу этого человека. Когда я обратил внимание на развлекухи кадыровских детей в Дубае, в то время, как Кадырова отправляет на убой в Украину чеченцев, тогда они как раз собрались все вместе, вместе с этим своим няней, и дети Кадырова, племянник Рамзана Кадырова, они тогда в эфире, инстаграм, отвечали мне. И вот я хочу обратить внимание на то, что сказал мне тогда Абдул-Кериме Идилове на чеченском, но я об этом переведу. Вот этот вот человек, это Абдул-Керим Идилов, он здесь говорит, обращаясь ко мне, оскорбляя меня, при этом гусем, по-моему, он меня называет, он говорит, у нас машин, говорит, много, давай, говорит, приезжай домой, мы тебя, говорит, покатаем на машине. Так вот, помимо того, что он является няней детей Кадырова, он также занимает пост вице-премьера. Правильнее будет сказать, занимал, потому что сегодня его кинули с этого поста, он был уволен. И как вы думаете, просто так ли это произошло? Где ты и делал? Куда я делал текст о твоем увольнении? Сейчас, друзья, одну минуту. Мне стыдно, я потерял этот текст. Ага, все, нашел. Так вот, все, естественно, продемонстрировано, как уволился по собственному желанию. Абдул-Керим Идилов, Абдул-Керима Идилова освободили от занимаемой должности, и потом идет описание того, значит, заместитель председателя правительства Чеченской республики Абдул-Керим Идилов ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства ЧАЭР. Освободить Идилова Абдул-Керима Харитовича от занимаемой должности заместителя председателя правительства Чеченской республики по собственной инициативе, говорится в документе. Напомним, на должность вице-премьера Идилов был назначен в начале текущего года. Он курировал молодежную политику и спорт, обеспечивал контроль за расходованием, бла-бла-бла. В общем, нет больше на этой должности Абдул-Керима Идилова. И помимо того, что есть официальная версия, есть еще и неофициальная информация, которая поступает. За что и как, не знаю, но парень, как говорят в Кадыровской Чечне, говорят, отодвинули. Опять на. Вот его отодвинули. Все. Его отодвинули. Видимо, и няня у детей Кадырова теперь будет. А няней будет другой человек. И занимаемой должностью он лишился. И всего нажитого за долгие годы, непосильным трудом, он тоже по информации поступающей ко мне лишился. И вот сейчас хочется вернуться к этому его предложению. Он мне говорил, приезжай, у нас машин много, мы тебя покатаем. Вот я теперь хочу великодушно предложить Абдул-Кериму Идилову то же самое, протянуть ему эту руку помощи. Приезжай, Идилов, теперь я покатаю тебя на машине. Рядом, посажу тебя рядом с собой и покатаю, как ты собирался делать это со мной. Теперь я готов это сделать с тобой. Приезжай, ты знаешь, в какой стране меня найти. И как минимум на машине я тебя точно покатаю. Кстати говоря, Кадыров, я заметил, что ты начал снова тренироваться, твое здоровье снова приходит, я так думаю, в нормальное состояние. Это очень радует, потому что у нас впереди еще много всего, что нужно выявить. Ты должен нам рассказать, почему ты все-таки убил Абдул-Керима Идилова. Ты так и не рассказал людям правду. Придумал какую-то чушь про наркотики, там, какую-то ерунду. Ты расскажи людям правду. В общем, у нас впереди еще не один раз надо тебя лохануть, обвести вокруг пальца, так что все еще впереди. Ты свое здоровье восстанавливай. То, что ты начал бегать, начал снова там какие-то штанги тягать, это меня очень обрадовало. Я переживал за состояние твоего здоровья. Саламу алейкум, Томсо. У вас есть кто-то, к кому вы обращаетесь по религиозным вопросам. Ахвала алейкум ассалям. Нет, у меня, хвала Аллаху, нет такой привязанности к какому-то отдельному человеку. Это очень плохо, когда ты берешь для себя во всем авторитетом какого-то конкретного человека, то, как правило, его ошибки становятся и твоими ошибками. Поэтому нет, я не привязываю себя никаким личностям. Однако, опять же, хвала Аллаху, сегодня есть очень легкий такой и удобный доступ к информации, к знаниям. И мы не нуждаемся сегодня в том, чтобы какого-то отдельного человека взять, сделать из него для себя путеводителя. У нас нет в этом нужды. Мы просто какими-то легкими манипуляциями, взяв гаджет в руки, находим любые ответы на любые интересующие нас вопросы. Если же это какие-то сложные вопросы, то в этом случае я пытаюсь такие вопросы адресовать к нескольким людям. Опять-таки, хвала Аллаху, есть где обратиться, есть различные информационные ресурсы и так далее. Поэтому, к счастью, у нас сегодня нет такой проблемы, чтобы не было доступа к информации. Поэтому, да, если бы ты задал этот вопрос так, как бы в религиозных вопросах ты советуешься, конечно же, обязательно. Ищу информацию и советуюсь. Но я научился разделять между религиозными вопросами и вопросами бытовыми, политическими, иными. И когда тебя вот это отпускает абсолютное ориентирование на каких-то там религиозных авторитетов, на ученых и так далее, когда тебя вот эта тема отпускает, когда ты начинаешь понимать, ну, если тебе нужно узнать, как поститься, как молиться, то это вопрос религиозный. С ним надо обращаться к ученому религиозному. Не к ученому физику, математику, не к сапожнику или специалисту по ремонтам часов, а именно к ученому религиозному. но когда тебе наоборот нужно узнать, сколько будет там 2 плюс 2, или как правильно починить свои часы, стоит ли тебе прошивать свою обувь или лучше наклеить туда накладку и так далее, да, или какие-то вопросы политического характера там и иные, то есть все то, что относится к быту, к жизни, не относится к религии, то вот здесь не надо вообще спрашивать об этом религиозных ученых, об этом нужно спрашивать профильных специалистов, поэтому вот я в таких вопросах я спрашиваю профильных специалистов и хвала Аллаху к ним тоже есть доступ, тоже есть информационные ресурсы, очень легко получить ответы на интересующие тебя вопросы. Редактор субтитров А.Семкин